В СУ тайно используют американские экспериментальные беспилотники, которые способны взлетать и садиться с любой поверхности, самостоятельно планировать операции и абсолютно не подвластны российским комплексам РЭП. Это беспилотник с фиксированным крылом. Он имеет вертикальный взлет и посадку. Дрон взлетает прямо вверх, переходит на другое крыло и летит уже как самолет по времени до 8 часов. Когда он возвращается, он снова переходит в режим зависания и вертикально садится на землю. Речь идет о разведывательном беспилотнике Соединенных Штатов ВИБЭТ. Из недавнего интервью руководителя компании-производителя этих дронов стало известно, что они уже в Украине. По его словам, первую партию таких БПЛА доставили еще в июне, и с тех пор они уже поучаствовали в десятках разных операций. К примеру, один из известных случаев использования ВИБЭТ произошел в Херсонской области. Там благодаря дрону удалось обнаружить склад ракет к российским системам БУК, который впоследствии был уничтожен ударом из Хаймарс. При этом дрон сумел залететь в тыл противника на сотню километров и благополучно вернуться обратно, несмотря на все попытки его заглушить. ВИБЭТ позволяет работать в условиях, когда отсутствует связь и GPS, используя систему оценки обстановки, которая формируется без использования GPS, а вместо этого использует общую информацию с датчиков и сенсоров, создавая реальную картину происходящего. Но главное, чем гордятся разработчики, это автономные возможности дрона. Благодаря автоматизации десятков процессов, за которые обычно отвечает человек, операторов для работы с ВИБЭТ нужно в разы меньше. Тем не менее, задачи он выполняет даже качественнее, чем пилотируемые беспилотники. Я считаю, экипажи ВИБЭТ изменят современное поле боя. После наблюдения за работой команд дронов ВИБЭТ, я считаю, что основным преимуществом для США и союзников является то, что проведенные операции доказали. Оператор в состоянии контролировать минимум 5 БПЛА. Их траектории полета никогда не прокладываются людьми заранее. Они всегда генерируются автономно в реальном времени. Дрон считывает ситуацию и реагирует на нее без участия человека-оператора. Помимо выбора маршрута, дрон должен иметь возможность самостоятельно, без оператора, выполнять миссии от начала и до конца. И этот дрон умеет. Разведывательные возможности ВИБЭТ обеспечивают мощные оптико-электронные станции с чувствительным тепловизионным сенсором. А за большинство решений беспилотника отвечает искусственный интеллект. Ключевым отличием наших возможностей автономной работы искусственного интеллекта, который мы используем, является способность систем работать стабильно. То есть действительно думать самостоятельно, адаптироваться к меняющимся условиям, действовать с участием человека и без него, ориентироваться в ситуации, когда связь ухудшается или глушится противником. В целом же дрон при весе 56,5 килограмм может переносить 11 килограмм полезной нагрузки. Как правило, это дополнительное оборудование. Известно, что по результатам работы дрона в Украине, американские кураторы проекта уже получили положительные отзывы. Также ведутся переговоры о принятии его на вооружение ВМС США. Как бывший оператор беспилотника и командир авиационного полка спецназначения, я могу сказать, команды ВИБЭТ станут новым стандартом, по которому будут оцениваться все другие автономные системы. В Украине же ВИБЭТ продолжают свою работу. Поставки экспериментальных дронов, естественно, не массовые. То, что их отправили сюда на испытания в реальных боевых условиях, никто даже не скрывает. Однако, учитывая постоянную работу россиян над улучшением своих систем РЭП, есть понимание, что и американское передовое вооружение нам продолжат поставлять и впредь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова